А перед просмотром данного видео не забывайте... Эмм... Что? Сам забыл. Хочу вам напомнить, что у нас есть в YouTube канал, поэтому обязательно переходите и подписывайтесь. Ведь видео там выходят чаще, и... Там можно даже писать комментарии. Подписался или нет? Я всё проверю. Приятного просмотра! Всем большой-большой привет! Я сейчас читаю книгу, которая называется «Обломов». Я считаю, что это самое оригинальное, что я могла придумать в начале, потому что, ну, показывать погоду я уже устала каждый раз. Вот что-то новенькое. А тут, кстати, ещё кот. Грязное теперь кресло после него. Но ничего, ему можно. Смотрите, какой сладкий. Отвлеклась сейчас от своего чтения, потому что уже пора кормить Лили. Как раз вам покажу, что делают ребята. Они смотрят сейчас Абвгдейку. Я так любила в детстве смотреть этот диск. И вот сейчас достала. Говорю, не хотите посмотреть? Все захотели. И вот всем интересно. У Лили что-то случилось с бантиком. Ммм... Ужас. Кто Лили бантик помял? Не я. Не я. Угу, понятно. Вам интересно смотреть? Ой, это же так смешно вообще. Вот и мне было смешно. Сейчас вот Лили буду делать кашу, и мы будем кушать кукурузу. А вы не хотите кукурузу? Хотим. Ну, сейчас тогда все вместе будем еще кушать кукурузу, потому что я тоже хочу. А Миша и Басик на обед ели борщ. А вот Лили у нас такая вот деловая. Ей не нравится на обед есть ни суп, ни борщ, ни щи. Вообще ничего не нравится. Поэтому приходится кормить ее кашей. Утром мы едим хлопья с молоком, а вот в обед кашу. Такие вот у нас дела. Надеюсь, что она исправится, не будет такой вредной. Да, мы тоже надеемся, а то она вообще что-то вредная. Так, мы купили Лили несколько каш. Ну, конечно, Басик и Миша помогают нам их есть. Но Басику с Мишей нравится вот эта вот каша. Прям вот двоим, как на подбор. Два брата, одна каша. Сестра любит другую, вот эту вот гречневую кашу. Но я еще купила овсяную, она еще не пробовала. Я решила купить, чтобы она попробовала. Не знаю, как. Понравится ей, нет. Посмотрим. Ну, сейчас, конечно же, мы будем открывать вот эту вот кашу. Выбор был очевидным. Ну, вот и все. Я сделала кашку. Сейчас будем кушать. Кстати, Миша и Басик, кушайте перчик. Потому что я что-то вот заболеваю. И боюсь, что они тоже подхватят. И Лили тоже нужно дать. Смотрите, что у меня есть. Ух ты, пух ты. Не говори, Басик, ух ты, пух ты. У нас есть такие уже денежки, монетки. Ребята очень любят с ними играть. Но у меня есть моя самая-самая любимая. Сейчас я ее попробую найти. Ну, конечно, да. Одной рукой это сделать сложно. Вот. Вот этот вот скорпион. Это моя самая любимая монетка. Потому что я скорпион по знаку зодиака. Басик от экрана к экрану, да, Бась? Только что смотрел телевизор. Уже в телефоне. Ну что, я же с ним тошечко поиграю. С ними буду играть. Ну смотри, хорошо. Немножечко. А то и так вот зрение у него испортилось. Сейчас еще хуже будет. И что это мне на медосмотре сказали, что зрение плохое. А так жизнь не захорошее. С Басиком спорить бесполезно. Вот Лили здесь книгу-развивайку открыла. Заинтересовалась. Кря-кря-кря. А Мишка здесь просто играет, да? Да, я просто играю. Я тут Басика носила бумажного. Ой, в свитере. Я такого не помню уже. Давно-давно. Но ты делала, и все при него забыли. Я носила. О, как хорошо. А это зачем вы достали? Кстати, смотрите, мне подарили. Салфетки с Басиком. Просто так. В виде милого жеста. Вот такие вот милые-милые салфетки. И вот такая вот закладка с Басиками. Распаковали с мальчишками вот эти вот монетки. И смотрите, какая-то новая. Такой у нас еще не было, кстати. Прикольная. Барсик. Ути-утю-пути-пути-пути. А пока, ребята, заняты, я буду делать корм для Миши. Вот у Басика есть такой корм. Очень удобный. Между прочим, например, в поездку какую-либо взять. Вот. Вот так вот делает. И ест. Такой вот корм там. И для Миши я решила тоже такое сделать. Вот. Ой. Сейчас сломаю только. Я подготовила все к корму. Все, что мне понадобится. Но, к сожалению, корм Миши будет отличаться от корма Басика. Потому что я здесь использую обычный пластилин. Он будет прилипать, что не очень хорошо. А вот у Басика я использовала как раз-таки воздушный пластилин, который высыхает и ничего с ним не будет. Он не липнет. Вот. Но обходимся тем, что есть. Берем квадратный листик и нарезаем его полосочками. Вот приблизительно вот так. Теперь эти полосочки разрезаем пополам. То есть вот так. У нас получилось много маленьких таких вот прямоугольников. Теперь я взяла два цвета. Это желтый и салатовый. И сейчас буду раскрашивать эти прямоугольники с двух сторон. Вот так вот сейчас закрасим все. Ить-ить-ить-ить-ить-ить-ить-ить-ить. Вот что у меня получилось. Вот такие вот прямоугольники разноцветные. Желтый-зеленый. Кстати, баночка вот эта вот взята из-под... Запуталась. Из-под зубочисток. Оставшиеся прямоугольники тоже можно разрезать на квадратики. Вот так. И тоже можно раскрасить, но они у меня немного желтоватые, поэтому раскрашивать я их не буду. Будут такого вот цвета. Зеленые прямоугольнички мы свернем вот по такому вот типу. То есть просто вот так вот сбоку загибаем несколько раз. Получается вот такая вот зеленая трубочка. А желтые мы сворачиваем вот так вот. То есть вот так должны выглядеть зеленые, и так должны выглядеть желтые. Ну вот что у меня получилось с зелеными и желтыми бумажками. Их я просто потом таким образом помяла, чтобы они не были прямыми. И теперь берем квадратики и просто их вот так вот сминаем. И все. Также у меня есть вот такие вот листочки розового цвета. И сейчас я просто буду вырезать круги. Как будто колбаска. Но с бумагой я закончила. Теперь перехожу к пластилину. Берем зеленый пластилин и катаем из него сосиски. Вот что у нас получилось. Теперь сделаю таких несколько. И буду переходить к другому пластилину. Теперь я взяла коричневый. Буду катать котлетки. То есть я катаю круг. А потом этот круг вот так вот приминаю. Получается котлетка. Из красного я просто сделаю спиральки. То есть вот у нас красный пластилин. И я просто делаю вот так вот его. Получается вот такая вот штучка. Так, ну а теперь осталось все засыпать в эту баночку. Кстати, не могу с вами не поделиться радостью. Может быть я уже делилась ей. Но поделюсь еще раз. Смотрите, у меня есть графический планшет. Если сразу кто не понял. Вот. Потому что, кстати, я себе графический планшет представляла совсем иначе. Ну он вот такой вот. Симпатевый. Смотрите. Это я рисовала на графическом планшете. Потом распечатала как фотографию. И теперь она стоит в рамке. Это моя мама на машине. А сзади пальмы. Не, ну получилось. Правда, похоже на маму. Я даже вон ногти нарисовала. Ну конечно, моя мама симпатичнее. Намного-намного. Ну и пользуясь случаем, показываю свои картины по номерам. Два котика. И просто компания животных. Смотрим с Басиком в окно и понимаем, что на улице очень холодно. Я вообще-то думаю о другом. О чем ты думаешь, Бась? Я думаю о том, как бы сходить погулять. А ты уроки сделал? Нет. Ну вот сделай уроки и сходишь. Ну вот это нужно сделать уроки. Как-то и гулять уже не хочется. Бась, но уроки все равно придется делать. Придется. Ладно, наверное, сейчас сделаю. Зрители, сделайте, пожалуйста, за меня уроки. Так, Бась. Ладно, извините за такую неуместную просьбу. Хочу, кстати, вам показать? Можно, можно, я покажу. Что ты покажешь? Что ты хотела показать, я покажу. Ну покажи. Во, сумку шопил такую. Мама купила с Лисицкой. Смотрите, какая симпатиловая. Это я выбирал. А у нас достижения. Лили выучила стихотворение. Давай, рассказывай. Как там? Наша Таня. Наша Таня. Сколько плачет. У них же дедка. Батик. Тигра. Танечка. Танечка. Гибать. Нелать. Тоже. Висички. Менять. Ты же моя хорошая умничка. Пошли только в комнату. Зачем в комнату? Чтобы не было трубой. Не поняла. Ничего не поняла. Без меня пошла. Понятно. Вы видели? Все видели? Мама, ты записала? Записала на видео, как она рассказывает? Да, записала. Удивительно. Потому что она на камеру всегда молчит. Тут уже что-то говорит. Лилишечка. Лилишечка растет на глазах. Записала. Мама, можешь потом мне отправить это? Я своим друзьям отправлю. Мы сейчас вот все сидим. И поражаемся над Мишей. Миша, вот скажи, что ты сделал. Я выучил таблицу умножения. А тебя кто-нибудь заставлял? Нет. Вот представляете? Котик первого класса выучил самостоятельно, по собственному желанию, таблицу умножения. Миша, ты будешь гением. Если я не ошибаюсь, то таблицу умножения дают учить во втором классе. Да, Бась? Да. И нам дают... Ну, нам давали таблицу умножения, получается, во втором классе и на 2 и 3 только. И в третьем мы там закрепляли, доучивали. Вот представляете, а Миша, Миша у нас пошел только в первый класс и выучил полностью таблицу умножения. Миша, это вообще что-то. Причем он мне не говорил, что он учит что-то. А я просто каждый день повторяю. Мне нравится. Это же весело. Миш, ты нормальный? Так, Бась, успокойся. Я просто тоже вообще в шоке, что он выучил таблицу умножения. Ну, давайте проверим. Готов, Миш? Всегда готов. 4 на 2. 8. 3 на 9. 27. Ну, ладно, это просто. Для тебя давай 7 на 6. 42. 9 на 8. 72. А 9 на 5? 45. Так, а давайте я по-другому спрошу. Что на что нужно умножить, чтобы получилось 40? 8 на 4. Ты же мой хороший. Но разве 8 на 4 будет 40? Ой, ой, 5 на 8 40, а 8 на 4 это 42. Да, всё правильно. Молодец, Миш, ты гений. Спасибо, спасибо. Что, Бась, голова заболела? Конечно, заболела. Я просто задумался и думаю, может, Миша иностранный агент вообще. Ой, Бась, ты, конечно, забавный. Я просто вспоминаю сама, как мы с ним таблицу умножения учили. Это ужас. Давайте тебя не будем вспоминать. Давайте не будем. Я его заставляла вообще. А эта дамочка прибежала на кухню, чтобы покушать. Кашу нормально, значит, не поела свою любимую, между прочим. И теперь хочет сейчас бараночки, всякие вот рулетики. Да? Да? Что ты хочешь, скажи мне? Крабовую палочку. Крабовую палочку? Ничего себе ты! Крабовую палочку. Вот и как отказать, а? Не знаю, Лили, я тебя, конечно, избаловала. У меня, кстати, началась практика. Я даже уже пробовала вести у детей уроки. И представляете, на практике самое главное, чему я научилась, это скачивать видео с ютуба. Вот. Скачала. Смешарики. Мы сейчас с Басиком лежим, разговариваем. Как мы разговариваем? О чём, Бас? Мы разговариваем по душам. Вот так вот лежим, разговариваем по душам. Хочешь гулять? Что ещё хочу? Ну, уроки Бася, правда, не сделал. Ну, сейчас мы, наверное, с ним сходим погулять. И потом Бася будет делать уроки. А ты мне поможешь? А что тебе там нужно сделать? Мне нужно политилатурия прочитать. Ну, это ты сам можешь сделать. Ну, там ещё задания сложные. Хорошо. Тогда помогу. И всё? И математику. Ну, ладно. Сделаем тогда уроки. Сейчас на немножечко сходим погулять. Всё равно холодно. А Лили с Мишей останутся дома. С ними будет бабушка. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить пальчики вверх. Подписываться на наш канал. Мы ваших очень-очень любим. И всё до нового видео. Мы пойдём гулять. Пока-пока.